Доброе утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Василий Морозов, Евгения Даровская. Здравствуйте! Чем поможет должнику банкротство, расскажут сегодня специалисты жителям края. Напомним, уже послезавтра в стране вступит в силу закон о банкротстве физических лиц. Согласно ему, такой статус теперь может получить любой должник, если он понимает, что расплачиваться с кредиторами ему больше нечем. В этом случае арбитражный суд предложит заемщику выплачивать долг без спешки в течение нескольких лет. Но если у должника нет даже такой возможности, суд признает человека банкротом и опишет в счет долга его имущества. Сегодня обо всех тонкостях процедуры во время онлайн-конференции с 12 до 13 часов будут расходовать представители арбитражного суда, судебные приставы, а также специалисты крупных банков. Принять участие в беседе может любой желающий. Для этого нужно отправить свой вопрос на почтовый ящик антико22русобака.gmail.com или озвучить его по телефону 572000. Кстати, сделать это можно уже сейчас. В Барнауле на 12 месяцев перекрывают два мостовых перехода. Движение по проспекту Социалистическому закрыли накануне. По Ленинскому его временно приостановят 5 октября. Двигаться все виды транспорта будут только в сторону площади Баварина. А в обратном направлении движение закроют. По-иному планируют организовать и работу общественного транспорта. Но в частности, конечный остановочный пункт автобусов номер 19, 35, 53, 57 и 60 переносится на площадь Свободы. Автобусов единицы, десятки 24, 25, 110 маршрутов на площадь Спартака. А первые и седьмые троллейбусы будут доезжать до пересечения Ленина с Молотоборска и далее по своему привычному пути. Мостовые переходы через Барнаулку перекрывают в связи с их ремонтом. Мост на социалистическом капитально будет разбираться. Полностью строится совершенно новый мост. На проспекте Ленина мост разбирается до основания. Меняется основание. Также уже перекладка коммуникаций идет. И уже обустройство в рамках туркластера именно самого моста. С пешеходной зоной, с освещением и с новым покрытием. Бегом, ну или хотя бы пешком от инфарктов и инсультов. Сегодня в Барнауле, во Всемирный день сердца, врачи будут напоминать о том, что движение – залог здоровья главной мышцы нашего организма. Каждый третий житель Алтайского края страдает от болезней сердца и сосудов. И, к сожалению, это первая во всей стране строчка печального рейтинга. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в крае велика. Люди редко обращаются на ранней стадии развития болезни. Чаще страдают мужчины. Но в последнее время, констатируют медики, отмечается омоложение ишемической болезни сердца и у женщин. 2015-й объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Барнаульском ТРК-сити-центре с 12 часов врачи будут распространять листовки и проводить беседы по профилактике артериальной гипертонии, ишемической болезни и самопомощи при инфаркте и инсульте. Правильное питание, регулярная физическая нагрузка, позитивный взгляд на жизнь и своевременное обращение к врачу – залог здоровья. Ну и сегодня же профессиональный праздник у самых востребованных специалистов в медицине, каких бы ты думал, отоларингологов. Как правило, пик их нагрузки приходится на весну и осень, когда обостряется заболевание ОРВИ и грипп. Ну, грипп в крае нет и не предвидится, обещают специалисты, а вот эпид-порог по заболеваемости ОРВИ уже превышен. Только за эту неделю в регионе зарегистрировано свыше 18 тысяч обращений к врачу. Впрочем, по прогнозам, самый острый период традиционной волны ОРВИ еще впереди. А наши журналисты заранее вышли на улицы Краевой столицы с опросом, какие меры принимают граждане против осенней простуды. Отлечимся лекарствами. Какими? Ну, какими? От гриппа. Чай с медом, чеснока побольше и не бояться отпугнуть мужа. Да, мы, собственно, на улицу и не выходим практически. У нас ребенок маленький, дома сидим. Мы не болеем, закаляемся. Как? Как? Очень просто. На свежем воздухе ходим, на лыжах ходим зимой. Сложенные динозавры и тертая сушеная краска. Выставка современного искусства объединила на одной площадке две сотни молодых художников Краевой столицы. Все работы представлялись на суд зрителей впервые. Возраст авторов не старше 35. С каждым годом выставка молодых художников в Барнауле набирает все больше участников. При этом некоторые из них представляют целые серии работ. Так Иван Дмитриев решил удивить зрителей кусочками краски с палитр признанных метров живописи. А фотограф Данил Антропов объединил алтайские пейзажи одной линией горизонта и названием «Время как пространство». Я хотел отразить пространство, похожее в течение времени изменяющееся, похожее на некоторую линию, которая в своей природе похожа на изменяющийся процесс, на не статичную какую-то картину, на не статичную работу, похожую на просто пейзаж, а именно как процесс. Вот так идешь и смотришь на людей, они интересные, они все индивидуальные, каждый из себя как-то преподносит, показывает. Интересно это все. Барнаульская вокалистка стала участницей, пожалуй, самого известного телевизионного проекта. Екатерина Кокорина на отборочном туре исполнила популярную песню на иностранном языке. Из четырех членов жюри к нашей солистке повернулся только один. Рэпер Баста сохранял интригу до последнего аккорда. И буквально в самом финале песни нажал на заветную красную кнопку. Сама Екатерина на сцене заметно волновалась, допускала вокальные неточности. После в интервью Кокорина призналась, что перед выступлением не спала ночью, действительно очень боялась. Однако даже несмотря на это члены жюри увидели в ней потенциал. И вот что Екатерина рассказала нам по телефону. Репетиции уже начались? Нет, пока нет. Ну что ж, пусть у Екатерины Кокориной все сложится удачно. Победы, новых горизонтов желаем сегодня и вам. Надеемся услышаться о них в вечернем выпуске наших новостей. А это все новости к утреннему часу 659-129. Ждем ваших звонков. Хорошего настроения и до встречи. А прямо сейчас о спорте. Обновились. ЛТ-баскет к новому сезону поменял состав, форму и лигу. В стартующем чемпионате клуб с берегов Аби будет выступать в суперлиге с литерой Б. Задача, озвученная руководством, первое место. В другом турнире Кубки России не менее амбициозные цели. Тут главное привести в Барнаул команду из самого элитного чемпионата ВТБ. Для этого нужно пройти несколько стадий. Первое – обыграть сразу троих соперников на домашнем паркете. Однако двое из них отказались от участия. По финансовым причинам не приехали команды Тольятти и 1716 из Омска. Слово сдержали лишь красноярцы. Мы рады были тому, что была хоть какая-то игра для нас. Поэтому готовились, мотивировались, как только могли, чтобы показать лучшую игру, чтобы почувствовать наконец-то игровой ритм. Игра с дублем Енисея превратилась в формальность. По условиям в следующую стадию должны выходить две лучших команды. За отсутствием соперников ими стали барнаульцы и красноярцы. Очное противостояние словно тренировка. Тем не менее, новый рулевой баскетовцев Михаил Терехов подобрал нужные слова для мотивации подопечных. Я им дал задание не пропустить больше 45, пропустили 44. Понятно, что нас там паренек простил двумя последними штрафными. Ребята все радовались, потому что я обещал, что выходной на воскресенье только если 45, они не дадут забить. 74-44 в пользу хозяев. На следующий день команды встретились еще раз. Это был уже товарищеский матч. И опять победу отпраздновали баскетовцы. Обновленный клуб с Алтая набирает ход или, говоря языком главного тренера, отрывает головы соперникам. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. Кирилл Политов, Павел Лауронин.